Здравствуйте! И сейчас мы разберем некоторые общие замечания с первого урока, которые не все почему-то исправили, и разберем два вопроса. Что делать, если уклон выходит за пределы допустимого? И второй вопрос, как наносить красные горизонтали? Ну, из замечаний, давайте все-таки остановимся на том, что у нас горизонтали будут, существующие горизонтали будут коричневыми и толщиной половина миллиметра полмиллиметра они будут непрерывными то есть подписи горизонтали давайте вытащим над ними, все-таки они в промежутке между ними и капитальное здание у нас будут толщиной абрес толщиной 1 миллиметр и черными так мы рассчитали мы нанесли на чертеж осью дорог точки перелома рассчитали высотные отметки рассчитали уклоны расстояние между ними направление стока воды вдоль дороги и при сравнении уклонов с максимально и минимально допустимыми на данном чертеже имеется несколько уклонов которые выходят за пределы допустимых уклонов то есть минимально допустимый уклон при котором вода все-таки стекает с дороги это 0,005 у нас имеется уклон в 0,003 и даже в 0,005 эта ситуация у нас требует решения соответственно здесь есть два варианта когда мы поднимаем эти точки относительно окружения но тогда нам придется пересматривать все остальные то есть делать очень много работы лишней либо мы понижаем три точки вот сейчас мы рассмотрим как на примере понижения высотных отметок трех точек можно разрешить вопрос отведения воды с данного участка итак ну очевидно что у нас вода стекает сверху и вниз поэтому мы начнем занижение с верхней отметки которая у нас остается неизменно это 50,79 мы занизим отметку номер 9 с высотной точкой перелома номер 9 с высотной отметкой 50,61 и точки перелома номер 10 и 11 с высотными отметками 50,48 и 50 соответственно для того чтобы рассчитать проектируемые высотные отметки этих точек перелома мы обращаемся за помощью в известную нам программу Excel где есть такая таблица ну или мы ее составляем в принципе она не сложная нам известный столбец номера точек перелома чтобы не запутаться уклон который мы рассчитали который существующий верхняя и нижняя отметка существующее расстояние оно у нас не меняется то есть мы отметки уже никуда не двигаем проектный уклон который у нас должен быть в пределах допустимого то есть мы берем по нижней границе это пять тысячных проектная верхняя отметка и нижняя отметка наносим то есть вводим данные я жду восьмое и девятое пятьдесят семьдесят девять верхняя нижняя девятое пятьдесят шестьдесят один которую мы будем занижать она будет меняться дальше десятое пятьдесят сорок восемь один сто пять десятое пять ниже девятую десятую мы заполняем следующим образом ставим знак равно поскольку это одни и те же отметки то просто копируем их из соседних из нужных нам ячеек эти данные переносим в проектируемые отметки и соответственно рассчитываем первую отметку которую мы будем занижать это точка перелома номер девять с отметкой пятьдесят шестьдесят один то есть равно проектная верхняя отметка которая не меняется минус расстояние между отметками помноженное на проектный уклон таким образом таким образом мы видим что у нас поменялись сразу обе отметки ну как бы и там и там девятая точка перелома она поменялась здесь тоже долго не думая мы просто копируем введенную формулу и получаем наши новые отметки соответственно переходим в CorelDRAW и вводим сюда уже проектные отметки то есть восьмая точка перелома у нас не меняется то есть пятьдесят семьдесят девять у нас остается неизменной сейчас шестьдесят один проектируем меняется на пятьдесят четыре сорок восемь на тридцать пять пятьдесят пятьдесят меняется на пятьдесят шестнадцать таким образом уклоны у нас тоже исправляется 0,5 0,5 и на этом участке мы имеем уже допустимые допустимые уклоны и сток воды далее мы переходим на таблицу Excel и видим следующую шапочку вот я пришлю здесь в рассылке будет расчет уклонов по отметкам и формула с вычислением расстояния между красными горизонтальами можно проставить сразу шаг красный горизонталь это десять сантиметров или 0,1 метр ну мы будем множить на десять здесь нас будут интересовать горизонтали восемь девять девять десять 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 и одиннадцать восемь и девять высотные отметки считаем уже по проектированным отметкам то есть пятьдесят семьдесят девять нижние пятьдесят измененные пятьдесят четыре расстояние между ними по-прежнему сорок восемь девяносто два пока они идут друг за другом можно сделать тот же самый фокус ввести только другие горизонтали десятая и одиннадцатая восемь и отметки это пятьдесят тридцать пять пятьдесят 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 шестнадцать восемь и пятдесят шестнадцать